С 1 декабря имя великого тренера Валерия Лобановского будет звучать в 30 кинотеатрах по всей стране. В первый день зимы в прокат выйдет документальный фильм «Лобановский навсегда». На одном из лучших спортивных сайтов Украины это событие отметили приглашением на прямую линию дочки легендарного тренера Светланы Лобановской. Много вопросов, много внимания, много воспоминаний. Лобановский поднимал киевское «Динамо» на футбольные вершины, дарил радость болельщикам, а на Ближнем Востоке осуществил мечту кувейского шейха. Просто умер шейх Кувейта и просил сына, чтобы у них тренировала их команда Лобановский. И он приходил к нам домой, и когда папа дал согласие, он прыгал как ребенок и говорил, я осуществил мечту отца. С рассказов старших Светлана Валерьевна вспоминает, что крутой нрав и сильный характер у папы формировался с ранних лет. После освобождения Киева от фашистов домой семье Лобановских пришлось возвращаться пешком. Ни много ни мало, расстояние под 50 километров. По дороге старший брат предложил папе взять его на руки, папе было три года. Он сказал, нет, я буду сам идти. Он до Киева шел пешком сам, трехлетний ребенок. Мне кажется, это был один из первых шагов к тому, что он в жизни будет достигать все сам. Проигрывать Валерий Васильевич ненавидел ни на футбольном поле, ни в играх с близкими. В шахматы, бильярд, настольный теннис обыграть мэтра было нереально. Дочке Светлане он тоже не поддавался, но один раз все-таки проиграл. Один раз была интересная ситуация, мы с ним играли в бильярд, но выиграть у папы в бильярд было невозможно. Он предложил мне, говорит, ну ладно, я тебе даю 10 шаров форы и потом будем играть. И я там, по-моему, на один больше забила. Вот так вот я его обыграла. Картина режиссера Антона Азарова «Лобановский навсегда» уже получила первый приз, победив на международном фестивале спортивного кино и телевидения в Милане. Теперь будет получать внимание и овации украинских зрителей. Ведь там, где был Лобановский, всегда присутствовал успех. Олег Шумейко, Ярослав Матяш, Юэй ТВ.